Здравствуйте! Это программа День города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Светофоры или регулировщики? Что ждет рязанцев на Солочинском мосту? Почитать книгу, позвонить друзьям или посидеть в интернете? Как провести время в пробке? Память будущего в медицинском университете прошла 5-я всероссийская научно-практическая конференция по психиатрии. 13 июня на Солочинском мосту произошел настоящий транспортный коллапс. Полтора часа в пробке пришлось простоять рязанским автовладельцам. Причиной всему стал ремонт опор. По словам специалистов, спешка в этом деле ни к чему хорошему не приведет. То есть ремонт продлится до осени. О том, будут ли решать проблему, узнала Мария Рудая. Утром 14 июня на многострадальный Солочинский мост привезли светофоры. Их протестировали и благополучно убрали. Хотя представитель подрядчика уверяет, светофоры все же будут использовать по мере необходимости. Однако предпочтение сейчас отдают регулировщикам. Регулировщики видят дорожную ситуацию. Исходя из ситуации, могут уже регулировать все движение автотранспорта. Чтобы выкорректировать. Светофор же установил, допустим, здесь 5 минут, здесь 10 минут. А может быть наоборот нужно, допустим, 7 минут или 10. Регулировщик он видит. Или, допустим, видит, что скорая едет. Или какой-то спецтранспорт. Они по рации обменялись. Он остановил движение, этот поток спустил. По предварительным данным, ремонт опор на Солочинском мосту продлится до 1 ноября. Все это время регулировщики будут работать утром, вечером и во время пробок. Сейчас у нас на дороге две полосы. Одна полоса для движения со стороны Солочи в сторону Рязани. Другая у нас полоса для движения от Рязани в сторону Солочи. Утром, значит, в час пик, мы перекрываем движение со стороны Рязани в сторону Солочи. Ориентировочно где-то на 10 минут. И пускаем по этой полосе весь транспорт, который идет с Солочи на Рязань. Они движутся в двухполосном режиме, за счет этого мы разгоняем пробку. То же самое будут делать вечером. Одна полоса будет открыта постоянно. Каким образом это отразится на дорожной ситуации, покажет время. А пока автолюбители надеются, что часовые пробки размером в несколько километров останутся исключением из правил, а не закономерностью. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В продолжении темы пробок. Почитать книгу, позвонить друзьям или посидеть в интернете. Летом, когда идет ремонт дорог, рязанцы все чаще попадают в автомобильные заторы. Каждый выбирает сам, чем заняться за рулем или в маршрутке. Сплю. Тупо сплю. 18 часов за рулем. Тупо сплю. Пробки. Люди бодят, едем дальше. Станислав за рулем маршрутного такси уже не первый год. Тяжелее всего в пробке, рассказывает он, тем, кто вынужден стоять. Музыку для пассажиров можно не включать. Каждый находит занятие для себя сам. Спасают гаджеты и всемирная паутина. Чтобы люди общались между собой, ни разу не видел. В телефоне, когда интернет. Бои бесправляют обычно. Сижу в интернете. Читаю. Смотрю по сторонам. Пассажиры переживают за то, что опаздывают. Больше всего нервов тратят во время стояния в пробках водители авто. Анастасия за рулем 6 лет. Рассказывает, приходится внимательно смотреть за теми, кто спешит. Из-за лихачей, стремящихся проскочить побыстрее, можно попасть в аварию. Сама Анастасия, если есть время в пробке, готовится к экзаменам. Аккредитацию решаю. Вот у нас сейчас госэкзамены в институте. В инстаграме сижу. Ничего больше разговариваю по телефону. Конечно, за разговор по телефону или обгон в неположенном месте можно получить штраф. Зато не запрещено слушать аудиоуроки, чтобы освоить иностранный. Можно заняться документами или распланировать предстоящий рабочий день. Однако занятий, которые люди придумывают для себя в пробках, гораздо больше. В ютубе можно найти видео, на котором дальнобойщики готовят себе яичницу, музыкант готовится к концерту и водитель в соседней машине пускает мыльные пузыри. Главное провести время с пользой. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанская УФАС России проводит вторые в этом году публичные обсуждения результатов правоприменительной практики. Для участия в мероприятии приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, министерств и ведомств Рязанской области, а также представители органов местного самоуправления. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства. Также обсуждались вопросы о рекламе и законодательство в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. По словам Юрия Гребнева, руководителя УФАС по Рязанской области, один из самых главных вопросов – это декабрьский указ президента Российской Федерации об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции. Так, по словам спикера, один из инструментов предупреждения и снижения антимонопольных рисков для компаний является разработка и внедрение антимонопольного комплаенса, то есть системы внутрикорпоративного предупреждения нарушений антимонопольного законодательства. Цель этого – снижение вероятности возможных нарушений. Юрий Гребнев рассказал, что выгода от внедрения комплаенса есть как для ФАС, так и для компаний. Другая тема обсуждения – одна из самых важных как для жителей города, так и для страны в целом. Мы рассказываем общественности о ситуации на рынке нефтепродуктов. Как вы знаете, произошло существенное, ну, достаточно такое серьезное повышение цен на нефтепродуктах, о которых нельзя не сказать. И мы пытаемся понять, почему это произошло. Связано это либо с общей ситуацией на рынке нефтепродуктов, либо есть какие-то такие проблемы и на территории Розанской области. В декабре 2017 года председателем правительства Российской Федерации был утвержден план мероприятий по основным направлениям программы «Цифровая экономика в России». Он предусматривает внесение изменений в антимонопольное законодательство для адаптации его к потребностям цифровой экономики. Каждый из вынесенных вопросов на публичных слушаниях будет обсуждаться с приглашенными гостями. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. 14 июня Рязанский областной суд начал рассматривать апелляцию бывшего зампреда правительства Дмитрия Андреева. Подсудимый возмутился, почему суд назначил ему адвоката. Ранее Андреев решил защищать себя сам. По словам бывшего чиновника, в его деле более 70 томов, поэтому он и принял такое решение. На апелляцию не явился бывший заместитель главы Рязанского Минсельхоза Геннадий Ноздрин. Он проходит по делу как потерпевший. Обжалование приговора Дмитрия Андреева перенесли из-за этой неявки Геннадия Ноздрина. Напомним, Дмитрий Андреев, бывший зампред правительства, обвиняется в похищении денег у экс-главы Минсельхоза в размере 500 тысяч рублей. К тому же он бесплатно пользовался автомобилем генерального директора Рязанский свинокомплекс, а учредитель другой фирмы оплатил его сыну покупку квартиры в Химках. Суд признал Андреева виновным во всех эпизодах дела. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. По его словам, переходный период будет достаточно длинным. Чиновник предложил начать с 2019 года и постепенно достичь выхода на пенсию для мужчин в 65 лет, а для женщин в 63 года. Пенсионный возраст окончательно перестанет расти в 2028 году и 2034 году соответственно. Дмитрий Медведев отметил, что люди с большим трудовым стажем смогут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока. Также было обещано, что существующие льготы по досрочному выходу на пенсию сохранятся. Это касается тех, кто работает на опасном производстве, многодетных женщин, инвалидов по зрению и военной травме, чернобыльцев и некоторых других категорий. Соответствующий законопроект уже внесли в Нижнюю палату парламента. Рязанцы отнеслись к новому закону неоднозначно. Граждане, они трудятся, и то есть здоровье ухудшается. И если женщины в возрасте 63 на пенсию, то есть они просто не доживут, если они будут долго работать, так же, как и мужчины. Просто пенсию перестанут давать. Наверное, это делается для того, чтобы просто не давать людям пенсию. Ну, это, конечно, очень печально. Женщины прям сразу на кладбище, а не на пенсию. Но больше будет рабочей силы, больше будем работать. Это очень хорошо. Не то, чтобы лишнее перерабатывать не хочется. Хотелось бы вообще, чтобы все пораньше уходили. Побольше пенсию платили. Я против, против. 17 июня в России отмечают День медицинского работника. В преддверии этой даты в Рязанской областной клинической больнице прошло торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. Лучшие работники получили заслуженные награды. Получила благодарственное письмо от ОКБ и нашей телекомпании. На мероприятии побывала Мария Рудая. Белые халаты и неравнодушные сердца в актовом зале ОКБ собрались лучшие представители профессии. Врачи и медицинские сестры – именно им мы вручаем свое здоровье и жизнь. Поздравить рязанских медиков с профессиональным праздником пришел министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Он поблагодарил каждого за работу и отметил, что дел в будущем предстоит много. Традиционно День медицинского работника отмечается в 3 воскресенье июня. Появился этот праздник сравнительно недавно – в 1980 году. Крупнейшей больницей нашего региона по праву считается ОКБ. 56 подразделений, более 900 койк круглосуточно. Здесь работает почти 700 человек среднего медицинского персонала, 324 врача, инновационное оборудование и новые отделения. Это результат работы за последний год. Сейчас полным ходом идет ремонт в четырех отделениях. В общем, сделано очень много. Но, по словам главного врача Дмитрия Хубезова, предстоит сделать еще больше. В ближайших планах – открытие кардиохирургического отделения. 31 мая в ОКБ уже открылось новое сосудистое отделение. Работа там уже идет полным ходом. Уже выполнено несколько операций, которые, если раньше выполнялись, то очень редко. И сейчас на полную мощность функционирует. Полностью на 100% отделение заполнено. И выполняется уже как раз уникальная операция, в том числе и на стыке специальности. Только за последнее время в больнице были сделаны уникальные операции мирового уровня. В одной из таких принимал участие нейрохирург Андрей Косолапов. Удаляется гигантскую опухоль почки с прорастанием аорты и метастазом в Л2 позвонок. Удаляется метастаз вместе с телом позвонка. И человек дальше проводит химию терапию, лучевая терапия. То есть дальнейшее лечение обязательно проводится. Но это дает возможность человеку на выздоровление. Андрей хотел стать врачом с детства. В третьем классе ему подарили медицинскую книгу. С тех пор у него появилась мечта жизни. В профессии доктор около пяти лет сейчас у Андрея. Бывает порядка трех операций в неделю. Он уверен, врач должен подарить пациенту шанс на выздоровление. Сейчас Андрею 30 лет. И у него по-прежнему есть мечта, к которой он стремится всеми силами. Самая большая мечта – это создать в Рязани нейрохирурги такого уровня, чтобы за ней заговорили. Хотя бы в нашей стране. Благородство профессии врача заключается в жертвенном служении своим пациентам. Надевая белый халат и произнося клятву Гиппократа, эти люди смыслом своей жизни делают заботу о здоровье других. В преддверии профессионального праздника лучшие представители профессии получили заслуженные награды. Получили благодарственные письма и СМИ, которые освещают работу больницы. Среди награжденных и наша телекомпания. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Психиатры утверждают, мы способны видеть будущее. Никакой мистики в этом нет, только наука. Люди формируют свои цели и, так сказать, видят будущее. И после человек действует в соответствии с поставленными целями. Но чтобы направлять поведение правильно, эти психические образы будущего должны становиться содержанием памяти. Таким образом и формируется память о будущем. Тема эта довольно молодая. Однако уже привлекает внимание специалистов. Данный вопрос обсудили на пятой всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию Рязанского государственного медицинского университета под названием «Память, память будущего и сценарий жизни». Мы предвидим будущее, основываясь на своем прошлом и действуем в соответствии с намеченными планами. Это одна из цитат, которая вполне может стать лейтмотивом конференции. Посвящено новой концепции, которая развивается где-то с десяток годов этого века. Называется «Память будущего», когда были открыты специальные участки мозга, которые отвечают за планирование и прогнозирование. Вопросами памяти будущего, довольно необычным названием для области медицины, интересуются специалисты практически всех стран мира. И на конференцию, посвященную этой теме, смогли попасть все желающие. Тем более, вопрос этот, что ни на есть, актуальный и развивающийся. Неслучайно гостями и докладчиками Всероссийской научно-практической конференции стали профессора из МГУ, Рудуэн и даже из Бельгии. Арнод Аргемба – профессор отделения нейрокогниции Лиджерского университета. Он один из передовых исследователей вопроса памяти будущего, а также самый цитируемый специалист. И на научно-практической конференции он прочитал лекцию, посвященную эпизодической памяти. Тема моего доклада – это человеческая способность представлять свое будущее. И мы будем, в частности, говорить о том, какие существуют когнитивные и неврологические механизмы, которые позволяют обеспечить эту способность. И я также буду говорить о том, как чувства будущего, как представления о будущем связаны с взращиванием личности, с взращиванием нашего «я», нашей идентичности. Площадкой для Всероссийской научно-практической конференции не случайно выбран Рязанский медицинский университет. Здесь это мероприятие уже традиционное. Научно-практическая конференция с международным участием, посвященная вопросам памяти, стала пятой. И количество слушателей, как лекторов, постоянно увеличивается. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Ароматные специи, рыба, выловленная из глубин российских морей, колбаса и много чего другого можно найти на выставке от Абхазии до Камчатки. Она отвечает на запросы как гурманов, так и любителей натуральной продукции в торговом центре «Премьер». Фермерские продукты в центре Рязани. Такую возможность предоставили организаторы выставки от Абхазии до Камчатки. Здесь вы найдете только натуральные продукты, огромный выбор приправ и специй. Более 30 наименований. Красная жгучая аджика, аджика с грецким орехом, пряные и острые специи превратят обычное блюдо в кулинарный шедевр. У нас есть соль абхазская, сванская. Ее можно добавлять во все блюда. И дозировка точно такая же, как и у обычной белой соли. Также есть гранатовая. Ее можно применять, ее применяют к мясу. Гранат за счет своей кислинки размягчает мясо, делает его более сочным и нежным. С момента открытия выставки у прилавка с рыбой было не пробиться. Очередь выстроилась до самого входа. Прежде чем купить продукт, вежливые продавцы дают его попробовать. Все продукты отличаются высочайшим качеством. Основная масса продукции – это Краснодарский край, это Краснодарский чай, абхазская аджика, сыры Краснодарского производства, сыры из Адыгеи, мягкие сыры. Ну, а уникальность – это в том, что все то, что сейчас лежит в Рязани на полках, буквально несколько дней назад еще томилось в печах Краснодарского края. Также здесь можно приобрести вяленое мясо, сырокопченые колбасы, псуджу и другие деликатесы. При производстве не используются усилители вкуса и добавки, все только из мяса. Отдельное место занимают сыры. Представлены адыгейские сыры, сыры из Армении. Все очень вкусное, все натуральное, шикарнейшие сыры. Стоит попробовать, я вам советую. Это все идет домашнее, без всякой химии, делается из настоящего козьего, овечего и коробьего молока. Жители Рязани уже успели попробовать и оценить уникальную продукцию. Морепродукты очень хорошие, икра хорошая, красная. И оленина тоже мне понравилась. Для рыбы перец горошком купила, для мяса там еще купила. Рыбу купила, икру купила больному человечку. Очень довольна. Икру, сельди, семгу, сельдь. Мед, сладости, варенье из лепестков роз, еловых шишек и еще множество вкусных и полезных продуктов вы найдете на выставке от Абхазии до Камчатки. Она будет работать до 16 июня. Вас ждут ежедневно в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Корректор А. Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok